Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти выходные пройдут очередные поединки 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская славя после двухнедельного перерыва примет на своей площадке Слуцк. Футбольный клуб Гомель сыграет на выезде с лидером чемпионата Брестским Динамо. Матчи пройдут 15 и 16 июня. Начало в 19.00 и 20.45 соответственно. Напомню, сейчас в активе у Слави 16 очков у Гомеля 7. Клубы занимают 7 и 11 места. Определились пары в одной 16-й Кубка Беларуси по футболу. Жеребьевка прошла сегодня. Все команды были разделены на две корзины. Одну составили представители высшей лиги, а вторую – остальные участники, пробившиеся в одну 16-ю финала. По итогам жеребьевки Мозорская славя едет в гости к столичным Крумкачам. Ричицкий спутник на своей площадке встретится с чемпионом Беларуси Борисовским Бате. Гомельский локомотив примет в гостях Городею. Футбольный клуб Гомель отправится в гости к Сморгоне. Напомню, одна 16-я состоит из одного матча. Все встречи состоятся 27 и 28 июля. Завершилась республиканская спартакиада школьников по гребле на Байдарках и Каноэ. За призовые места на турнире боролись юноши и девушки 2004-2005 годов рождения из шести регионов Беларуси и Минска. Гомельскую область представляли сильнейшие спортсмены региона и победители республиканских турниров. В общекомандном зачете первыми стали хозяева соревнований команда нашей области. Серебро досталось дружине Минской области бронза Бресской. Также все 16 представителей гомельской команды получили звание чемпионов. Все, что произошло для нас неудивительно. Все наши победители, мы на них делали ставки, мы знали, что они будут именно эти номера программы выигрывать. За редким исключением там отдавали один-два номера, по-моему, вчера. Очень хорошо выступили девочки, канаисты вообще подряд с первого по четвертое место из четырех, также и девочки. Немножко слабее ребята выступили, но есть там такие причины объективные. В принципе, все лидеры себя проявили достойно, во-первых. Во-вторых, иначе не могло быть, у нас очень большая конкуренция по отбору именно в команду. Ну, вчера я была вторая на 500 метров в одиночке, и в четверке мы выиграли с отрывом большим. Мешала, конечно, жара, было очень жарко, но соперники все сильные, все боролись. Мы выиграли с большим отрывом, немного шатались, конечно, но это как всегда. Ну, так получилось. Ну, вообще я рады, что проехали хорошо. По итогам соревнований лучшие спортсмены получат шанс попасть в резерв сборных команд Беларуси. Гребцов этого возраста ожидает также спартакиада среди 30 команд детско-юношеских спортивных школ. Она пройдет в Бресте. Более 1300 человек будет задействована в церемонии открытия вторых европейских игр в Минске 21 июня. Идея церемонии открытия – рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами. С белорусской стороны выступил Александр Вавилов, с российской – Алексей Сеченов. Отмечу, работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. Вторые европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.